Чё там пишут про близнецов? Гады, сволочи, паскуды, сидите здесь, ни хрена не делаете. Я за вас всю работу делаю. Дедуля, в наши обязанности не входит ходить и ругаться матом с соседкой. Да, и это не наша работа доводить бабулек до инфаркта. Ай-яй-яй, у меня для вас информация секретная. Да знаем мы твою секретную информацию. Теперь ты точно знаешь, кто ссыт в лифте. И этот кто-то, это ты? Что? Да я уже в неделю этим не занимаюсь. Там информация про банду. Да мы знаем про твою банду. Опять про ЖЭК расскажешь нам. А толку вам рассказывать про ЖЭК? Вы же всё равно не расстреливаете. Там другая банда. Да знаю я все твои банды. Одна банда в ЖЭКе, одна в больнице. Одна в Верховной Раде сидит. И все грабят. Все грабят. И почему-то именно только тебя. Поэтому иди, дедуля, ну иди, ну пожалуйста, ну не мешай нам работать. Давай, давай. Хорошо, хотел вам рассказать о банде на настоящую. Они там трупы закапывают каждый день. Но не хотите, не слушайте. Подожди, 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 дедуля. Какие трупы? Какая банда? Ага, интересно стало, да? Закапывают трупы ежедневно. Банда. У них там такие в деньжиша крутятся. На машинах дорогущих проезжают и копают, копают. И кладут, кладут, кладут труп за трупом. Так, это уже интересно. Ага. Так. Так. Где это происходит, дед? Прямо на улице. Среди бела дня. Не стесняются. Ни ночью. Нет. Улица, улица. Какой адрес улицы? Улица Лесная, 43. Лесная, 43. За домом. 43. За домом свозят. Спецназ? Правильно. Значит, наряд на Лесную, 43. Ага. За домом. Так. Мы будем. Так. Да. Все. Выезжаем. Ага. И... А водолеи сегодня получат приятное известие. Интересно. Дед, твою мать! Ты куда нас послал? А? Пока никуда. Но если вы их не расстреляли, то пошлю вас к... Ты понимаешь, что по этому адресу расположено городское кладбище? Это нормально, что там закапывают трупы. А это нормально, что у них метр стоит 15 тысяч, а у меня пенсия полторы. Это что у меня? Чтобы умереть, два года копить надо. Ладно, нет. За твои заслуги перед родиной мы договорились. Да. Это... Это как? Вот так. Будет у тебя место бесплатное. И венок за счет организации. Ой. Вот это спасибо, хлопцы. Вот это молодцы. Вот жря я на вас наговаривал. Ой, спасибо, ребята. Да, дедуль. Там единственное, льготных мест мало. Они на вес золота. Поэтому похороны завтра. Это... Это... Как это завтра? Так я... Я же не готовился. Все, иди, иди. Иди, готовься. Иди. Да, яму уже выкопали. Праздничный салют заказан. И оркестр тоже репетирует. Самая премьерная премьера этой осени. Что-то ты долго. Сериал «Папаньки». Первый сериал про отцов. Ле-ле-ле-ле-ле. Трое разных «Папанник» и один «Холостяк» в одном сериале. Пап, что это? Кого ты такой? Безбашенные. Смешные. А я крутой «Папанника». Папанька, я крутой. Никто не сможет больше. Никто не сможет больше. Сродиться со мной. Прости, папа. Я тебе испучку машину чуть-чуть. Я больше не буду. Руки за голову! И любящие «Папаньки». До вечера, сынотик. Они знают, как заставить тебя смеяться. «Папаньки». Пап, ты жду морозку? 24 сентября в 21.30. Заходи на наш YouTube-канал и смотри премьеру. На троих. Олежа! А? Сашку не видел? А что, боишься, что его кота фигуристая баба у тебя уведет? Да. Бутылка называется. Он любит фигуристых баб по 0,5 и 0,7. Слушай, ну не может быть. Без меня не наговаривай на моего друга. А где-то плавает. Да, на карачках по берегу. Слушай, а увидишь его, передай, что я его искала. Передам, Викось, передам. Конечно, чё ж. Саня, тихо. Не кипишуй. Не кипишуй. Ага. Сейчас. Опа. Принимай штрафную. Давай, 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 до дна, до дна, до дна, до дна. Хорошо. Сейчас. Секундочку. Теперь вот закусывай. Хорошо сидим, Сань, да? И жена твоя ни о чём не догадывается. Ну, за дружбу. Ё-моё, Сань, закончилось. Я пойду сбегаю. А ты далеко не уплывай. Давай, 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 давай. Ё-моё, Сань, ты чё, вылез? Я ж только за пивом сбегал. Да ну тебе нафиг, Петрович. Что? Этот спасатель. Реннер. Ты знаешь, что он в воде сделал? Я ж протрезвел. Блин, всю поляну мне испортил. Гад. Неудобно. Ну, на, вот пивка хлебнее. Оно, правда, тёплое. Знаешь, что мне это пиво сейчас напоминает? На троих. Всё. Петрович, я управился. Молодец. Всё сделал. Её отполировал. Дворники проверил. Всё в порядке. Рома, вот ты мне скажи. Ты специально все слова с буквой «Р» подбираешь? Нет, Петрович, это как-то непреднамеренно происходит. Прикинь. Хлопцы, слава богу, вы ещё не начинали. Как не начинали? Мы уже знаком. Всё, только что, наполировал. Да. Ай. Болда, болда. Не успел. Ты чёрт. Не, ну зря вы так. Рома у нас отличный специалист. Когда трезвый. Да не расстраивайтесь. Я всё сделал чётко. Сразу вообще не подкопаясь, а что было в ДТП. Как будто только что с конвейера. Да оно что и погано. Я ж страховщикам её ещё не показал. Ёлки-палки. Я ж такие гроши потеряю. Там тысячи, тысячи. Вот что за клиент пошёл, а? Быстро сделаешь не нравится. Медленно делаешь. Тоже не нравится. Я переделывать ничего не собираюсь. Хлопцы, ну я вас Христом Богом молю. Зрубить так, как будто она после аварии, а? Да вы в своём уме? У меня рука не поднимется. Я старался, работал. Можно сказать, это мой ребёнок. Вот и правильно. Представь, что твой ребёнок напортачил. Бывает же ж такое. За ворожами курил. Вот гадёныш, да? Вот всыпать бы ему. А самое первое число. Ну не знаю, не знаю. Плачу в два раза больше, чем за ремонт. Ах, он негодник, курил. Сейчас я ему применять. Негодяй! Ну сейчас ты у меня берёбёшь. Говно такое. Так вы идите, наверное, тут зрелище не для злобонервных. Ой, да. Через часик приходите. Да, лучше меня этого не бачить. Самое время перекурить. Да, ломать не строите. Ну шо, хлопцы, як спра? Всё в порядку. Принимайте работу. Як спра, так и зли. Всё раскурочено. Вы шо? Вы шо ж зрубили? Вы вообще дебили шо ли? Она ж была в морду бахнута. Да вы шо, я морду идеально сделал. Я у меня на неё рука не поднялась. Тем более ремня дают сзади. И вообще какая разница? Ну? Какая разница? Я сейчас тебе покажу, какая разница. Что вы задумали? И в морду, и по жопе надаю. Вы шо? Эй, вы шо? Вы шо? Эй, вы шо, какой удач? На троих. Да. Сухой кашель. Ну? При сухом кашле я бы посоветовал вот это вот лекарство. Вот. Неправильно. Почему? Надо дать заграничное. Подороже. Ну, послушайте. Действующее средство здесь такое же. И оно дешевле. Так, повтори мне, главное правило фармацевта. Главное правило фармацевта. Больше всего лекарство помогает тому, кто его продаёт. Правильно! И я надеюсь, что на следующий вопрос ты мне тоже ответишь правильно. Что нужно дать человеку, который забежал с зелёным лицом? Подсказка? Отравление. Вот. Ой. Так, значит, при отравлении надо дать человеку лекарство. Лекарство заграничное, подороже, у которого скоро закончится срок годности. Так. С... А, с этой полки. Правильно! Можно считать, что стажировочку ты прошёл. Скажите, Виктория, а если я продам не то лекарство? А вот тут мы застрахованы. Читаем. Товар возврату и обмену не подлежит. Да. Все. О, твой первый клиент. Давай, как учили. Ой, извините. Здравствуйте. А вот по этому рецептику, пожалуйста. Фу. 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 Фи. Фа. Тадай сюда. Одну секундочку. Ага. Вот это у нас есть, пожалуйста. Так, антибиотики и... О, аскорбинка. Так, с вас 860 гривен. Какая? Извините, а доктор сказал, простая простуда. Знаете, шо? Сказал простая, а написал он сложная. Вы хотите вылечиться или нет? Нет, конечно, хочу. Пожалуйста. Пакетик вам давать? Не надо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Не болейте. Как? Как вы вот расшифровали? Фу. Ты шо, больной? Ничего я не расшифровывала. Хрин его знает, что они тут пишут. Подключай фантазию. Понимаешь? Импровизируй. И главное, не забывай про... Оскорбинку. Понял? Оскорбинку. Да. На троих. Я, выбачиваюсь, у меня просто... Так, закройте дверь, я вам говорю. Не видите, мы работаем. Работают люди. Так у меня там... Дверь закройте. Мы позовем. Слышь, а может в приставку порубимся? Не хочу. Ну тогда давай работать. Ладно, давай в приставку. Я, выбачиваюсь, но я уже больше не могу чекать. Все, наигрались. У меня проблемы с яйцами. А не надо кого попало на обочине подбирать. И не будет проблем с ними. Так, мужчина, давайте я вам сейчас телефончик доктора оставлю. Хороший доктор, мы сами к нему ходим. И у нас проблем с яйцами нет. Та я не про це, у меня там фура, там курильные яйца. И то, жарко. У меня рефрижератор поки стоит, воно ж не крутится. Хлопцы, можно меня как-то скорейше оформить, а? А доплата за срочность? Так, доплатим, ну куда ж мы динемось? Только быстрейше, хлопцы. Ну что, иди оформляй. Ты же хотел поиграть. Была игра «Волк ловит яйца», а будет вместо «Волк таможенник». Вместо «Ловит оформляет». Вместо «Яйца», «Яйца». Хе, совпало. Ну и как вы себе это представляете? А это не мои бриллианты, это что напарник? Да тихо ты. Хлопцы, я не знаю, як это. Были и яйца, а теперь их нема. Вот, по документам у вас яйца, а это цыплята. Так то ж вы меня стільки морожили, что з яйцей цыплята повелеплялился. Значит так, за переоформление придется доплатить. И за то, что меня разбудили тоже. Хлопцы, а он мне ж хозяин давать грошей тики на одну взятку. Тогда сидите и ждите, пока из ваших цыплят новые яйца не повлупляются. Все, идите. С вашими яйцами и так полдня заняло на вас. Я вам устрою. И убирайте там за ними. Засрете нам таможню. Это не я, не я. Это что за курятник? Хлопцы, я вот это подумал. Куры ж они без петухов не несутся. А где я тут на таможне петухов найду? А потом вас раптово вспомню. Так вот так, хлопцы. Как яйца появятся, вы меня кликните. Я вот тут. Ага. Ах ты сволочь такая. А ну забери быстро. Что еще там? Что еще? Здрасте. Вызывали? Да. Папа Бычкова. Что надо? Мы хотели бы, чтобы вы больше времени уделяли своему сыночку. Не успеваю я. Я же работаю, мне с деньги надо зарабатывать. А вы знаете, что у него одни тройки по всем предметам? О, так это классно. Молодец, сынок. Тройка – это значит стабильность, признак мастерства. Маленькое уточнение. Троечки по 12-бальной системе. А, ну так все равно не двойки, правильно? Тройки. Нет. Как раз это двойки по новой системе. Так, вы давайте не преуменцайте заслуги моего талантливого сына. Вы хотя бы можете помогать своему сыну учить уроки. Например, физику, математику, черчение. Да, да. Так кому они надо, эти ваши физики, математики и церцения? Затем они? Я вам так скажу. Современное образование себя дискредитировало. Все. Можно, даже не закончив сколу, найти нормальную работу. Какую? Грузчиком? А, что? Зарплата, соцпакет. Я вон грузик, ничего не залую. Если вы работаете на такой замечательной работе, то хотя бы купите своему сыночку ручечки и тетрадочки, потому что у него одна тетрадочка на все предметы. Так и отлично. Получается, мой сын новатор. Это классно. Тетрадка одна на все предметы. Значит, не забудет ничего. Молодец. Вы, кстати, себе это в новую реформу, это образование внесите такую ступу. А еще. Со. Купите своему ребенку книги. Не может мальчик заниматься без книг. Да как смысл? Их-то все равно каждый год переписывают. Зато другие родители покупают каждый год по книжечке. Со, серьезно? Да. Да не прикалывайтесь. Мы серьезно. Так зачем тратить деньги на ветер, а? Я лучше насобираю и куплю сыну электронный планцет. А мне кажется, что к тому времени он уже школу закончит. Да ладно, не закончит. То есть на шторы вы тоже сдавать не собираетесь? Конечно нет, Сой, я идиот, Столик. Я вам на дневном свете экономлю. Вы мне за это еще спасибо должны сказать. Так, ну все, я посол. Нет. Что вы и все от меня хотите? Если вы не сделаете того, что мы вас просим, вашего сыночка выгонят из школы. А вот и не выгонят. Выгонят. Не выгонят, говорю. Вот увидите, выгонят. Ну не могут выгнать сына со сколы, где работает бабушка и мама. Да, Вика? Так, Саша, купи ребенку книги. Слушайте, вам надо, а вы покупайте. А мы не можем. У нас у учителей маленькая зарплата. А еще прически, маникюры надо. Вот и сидите со своей маленькой зарплатой, а нам, грузчиком, есть на со деньги тратить. Так, все, мама, до свидания. Подожди. Мне еще на рыбалку, в смысле на работу. Все, давайте, до послезавтра. Опа. Яй-яй-яй. Паразит. Не переживай, дочка. Все равно наш малый закончит школу с золотой медалью. А потом в университет поступит. А в университет у нас дедушка работает. Правда, грузчиком. Ой, что нам так на этих грузчиков везет? Хм, семейные. Почему? Почему? Господи, опять коньяк. Залбали уже. Может, лечить их хуже, а? А то несут и несут. Несут и несут. Да! Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Что случилось? Я сегодня должен лететь отдыхать. На Бали. Поздравляю. Да. Но я боюсь самолетов. Понимаете меня? Да, да, да. Знакомая проблема. Это распространенная очень вещь. Сейчас я вам выпишу таблеточки. Выпейте перед самым самолетом. Ага. Да, и все будет у вас хорошо. Доктор, это еще не все. В путевке указано абонемент. На плавание с дельфинами. Зеликолепно. Да, 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 для вас, да. Но я боюсь с детства всяких рыб, там, пресноводнув все, что вот в этой воде. Мне это страшно, понимаете? Я понимаю. Давайте я вам маленький советик дам. Заходите на бар. Ага. Берете грамм 200-300 виски. Ага. И все. И поверьте, страх как рукой снимет. Ага. Понял, доктор, понял. Но это еще не все, доктор. И все, еще не все. В абонементе. В этой путевке. Каждый день массаж. Понимаете? Ежедневно. Каждый день. А у меня страх. У меня страх, если люди вот так вот прикасаются ко мне. Я испытываю это такое. А еще этими жирными руками. Масли. Я не могу. И мне страшно. Стоп. Я могу вам помочь. Правда? Совершенно случайно. У меня завалялась путевочка в Затоку. А там никаких самолетов. Добраться туда только можно на поезде. И то на плацкарте. Совершенно никаких рыб. Никаких дельфинов. Только медузы. Массажистов там вообще нет. Ближайший туалет только в Одессе. Ой. Знаете, жалко отрывать от сердца себе брау. Ну, это все, что могу себе позволить на зарплату доктора. Но готов с вами поменяться. Вы серьезно? Конечно. Боже, спасибо тебе. Неужели? Боже, спасибо тебе. Алло. Рюзочка. Собирайся. Мы улетаем отдыхать. Угадай, куда? На Бали. Да. Давай, все, до вечера. Вот это чекпот. Ты долго еще тут будешь сидеть? Собирайся, поехали. Мне еще нужно купальник купить. Здрасте. Здравствуйте. Доктор, забыл вам сказать, это моя жена, вы полетите с ним. В смысле? Солнышко, а ты же не против, если вместо меня с тобой полетит вот он? Да мне пофигу, кто со мной полетит. Мне главное купальник купить. Послушайте, а верните, пожалуйста, путевочку. Верните путевку, я очень боюсь самолетов. А вы вот эти таблеточки перед самолетиком выпейте, и все в порядке будет? Ну это ладно, слушайте, я дельфинов на док не переношу. Двести, триста грамм виски, и как рукой снимет? Это я массажистов ненавижу. Ничего страшного, доктор, не бойтесь. Там all inclusive. Она вас не съест. Поздравляю. Так, ну что, давай на купальник. Алло, Людочка, а может ты меня на сегодня срочно палату подготовить? Нет, давайте, наверное, не палату, давайте реанимацию. Морк, морк, давайте морк. Морк, там она меня точно не найдет. Все, хорошо, да. Забронируйте меня местечко. Спасибо. Саня, а тут сучка за рулем. Что, какая блондинка себе случайно на машину нас зарубила? Не, шатенка, и наскулила. Йо-моё, это что такое? Так, я понял. Это либо мне написано вчерашнего не попустило, либо сонечко напекло. Да нет, это же собака. Настоящая. Да какая настоящая? Ну откуда в ней машина? Может, она суцикев продает, вроде породистая. Саня, а может это оборотень? Да какие оборотень? Ты что, в оборотни веришь? Их не бывает. Вот вампиры есть. А, все. Это же пес. Гениально. Конечно, это пес. Не кот же. Да нет, я на вас здесь реал пес по ИСИ-ТВ. Ну, мы смотрели с тобой. А актеры знаешь, сколько получают? На машину точно хватит. Слушай, если он знаменитый, по-любому за рулем под какой-то фигней едет. Будем оформлять. Не понял, там что, еще одна собака? Ты не собака, я человек. Йолки-палки, Саня, все же мое быть наоборот. Ай, просто ноги затекли. А, я выбочаюсь, вы кто такие? Я кинолог. Сегодня, между прочим, день кинолога. Ну вот я и выпил чуть-чуть. А за руль я не сажусь пьяным. У меня принцип. Вот пришлось Гердочку обучить. Вот все и сложилось. Значит, оформляем протокол управления автотранспортным средством без прав. Ага. Не, ну мы можем, конечно, и на месте договориться четко. Фу, нельзя. Документы. Шарикова Герда Евгеньевна? Чекайте, уважаемый. Так вы наш собака. И что? Если всякие блондинки могут на права сдать, то чем моя Герда хуже? А она, между прочим, в отличие от других сучек, сама сдала. Разумно. Счастливой дорогой. Счастливой, матуза. Поехали домой, моя бабушка. Поехали домой. А я тебе говорю, по-любому пьяный. Вот так. Ты бачил, как он едет? Ага. О, глянь. Это что он таки придумал? Я же тебе сказал, точно, пьяный. И что это у нас тут за куклачок такой ебе, а? Не надо, не надо. У куклачова кошечки, а у меня собачка. Породистая. То есть вы думаете, что мы таких два идиоти поверили в то, что собака была за рулем? Ну не я же. А мы как раз думаем, а что вы? А когда мы вас зупинили, вы поменялись. Не, не, не. У меня принцип. Я за руль пьяным никогда не сажусь. Меня вообще раньше жена забирала, пока я не протупил. Прикинь, в сауне отдыхаю, а она за мной приезжает, а я там спрости. Слушайте. То есть вы хотите сказать, что сейчас вас забирает не жена, а собака? Да, собака. А может и права у него есть? Обижаешь, начальник. Вот. Я за эти права в МРЭО 300 бакинских отслюняю. Им же пофиг, кому права давать. Ну не, ну за 300 баксов да, конечно. А собаку дрессировщик за штуку баксов научил ездить. Этот дрессировщик, кстати, сейчас всех полицейских учит водить, чтобы они привозят до конца, не поразбивали. А это нужное дело. Да, ну, с документами начали все в порядке. Не смеем вас задерживать. Счастливого пути. Счастливого пути. Граф, поехали домой. Блеха, Муха, надо было взять визитку этого дрессировщика. Вин би мого Бобика піднатаскав, и той би оттут замість мене вкалував. Да с твоего Бобика и без дрессировщика толку больше, не с тебе, понял? Стой тут, патрулируй. А я пішов схожу в интернет. Ты тільки дальше отходь, бо біля нашего поставщика даже трава не росте. На троих Когда у меня работают эти дворники, то я слышу такой странный звук. Ай-ой, ай-ой, ай-ой. Посмотрим, починим, разберемся. А вот когда я еду, то слышно как бы такое стучание, как скрежет. Что-то вроде... Понятно. Послушаем, сделаем. Замечательно. Вы, дамочка, пойдите сейчас ковейку попейте пока. А лучше морковки поешьте, это, говорят, зрению помогает. Ну что вы, зрение у меня абсолютное. Тих, тих, тих. Просу просения. Ти-ти-ти-ти-ти, аккуратно. Я прошу просения. Там ступеньки, а здорово. Твою мать. Мужик, 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 ты как? Ты как родной, а? Жил? Ни хрена себе за хлебушком сходил. Че? На красный свет на руку переходил, да? Какой там я из подъезда выхожу, а тут... Тихо, 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 тихо. На, 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 побей, успокойся. Браток, я пойду послушать, че там у нее сзади шумит-то? Мама, мама, мама! Мамо! Мусор, вы на... насила и со-с-с-с-с, смотрю, а, оно, оно едет со-с-с-с, с тобой на-ла-ла-ла-ла-ла, баба-бабабабовухе. Блондинкам права дают, я понимаю. А как это дурит дали, я... Ух тыска! Уже потянили! Хорошо! Марфа сидеть. О, такс. А где тут тормоз, где тут газ? Вечно путаю. Дождь, что ли? Ничего не понимаю. Надежда Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Присаживайтесь, может быть, сюда? Нет, нет, что вы, я по-народному там в уголке. Не-не, прошу вас, прошу вас. Очень рада, очень рада. Чем могу помочь? А, Надежда Константиновна, вы голосовали за нашу партию «Любовь к народу»? Конечно. И всех учителей сагитировала. Огромную благодарность за это. Я делал то, что хочу своего сына отдать в вашу школу. В следующем году он идет в первый класс, и я бы не хотел, чтобы кто-то о нем сказал, что, мол, его отец составил ему протекцию, чем-то обеспечивал. Хочу, чтобы, знаете, по народу, как все, пошел в школу, отучился, получил аттестат. Ну, ты говоришь, что сын народа. Да. Но, вы знаете, у нас школа простая, общеобразовательная. Это нам и нужно. Никакой специфики, все как у народа. Но я бы рекомендовала записать вашего сына в спецкласс. Нет, 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 ничего этого не нужно. Пускай со всеми ходит в школу. Сколько у вас там человек в классе учится? Два, три? Нет, 35-40. Ну, я думаю, сделать отдельный классик такой, где будет два-три, лучше два человека учиться. Вот так, как все, с народом, пошел, отучился, все. Я вас поняла. А парту поставить в класс деревянную, обыкновенную? Абсолютно обыкновенную, такую деревянную. Просто кожей ее обтяните там, хорошей. Ну, и там массаж вставьте туда. 10-15 режимов больше не надо. Лучше 15. А скажите, это сделаем, конечно, а питаться ваш сын будет в общей столовой? Естественно, со всеми. Пошел, попитался. Он же итальянский повар. Нет, к сожалению, повар обыкновенный, тетя Маня. А, вот так вот у вас. Ну, хорошо, я вам своего пришлю, у меня все равно 4. Вот этот пойдет, пушка, и со всеми, икрует, лопает. Красный у вас в основном? Нет, к сожалению, нет. Он красный не привык вообще, в основном черный. Я боюсь, он увидит красный и скажет, о, what the fuck? Я бы все-таки рекомендовала вашего сына записать на индивидуальное обучение. На дому, нет? Нет, 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 ни в коем случае. Пускай вот его, как всех, забирает школьный автобус. У вас же автобус? Да, да, школьный автобус. Вот, мы ему тоже купили автобус такой, с телевизором большим, он там, пускай смотрит мультики, пока едет в школу. С остальными учениками? Нет, нет, ну, зачем им всем вместе тесно будет, пускай они в одном едут, а мой сын в другом. Да, я вижу, вы о народе думаете. О чем вы говорите? Любить народ – это моя профессия. Скажите, а в каком кабинете он будет учиться? В кабинете начальных классов, ну, такой интерьер, как у меня. Знаете, мне стиль не очень, мне больше нравится венецианский, нужно будет сделать небольшой ремонтик. И, знаете, вот по-народному так, знаете, поменьше, по золоту, обычный хрусталь на люстрах, ну, и мрамор такой с прожилками, народный, знаете, простой мрамор. Я прошу прощения, но у школы нет средств сделать такие кабинеты. Это все мы понимаем, вы не волнуйтесь, средства будут. Сегодня же вам на счет шлепнется сумма. Давайте сделаем так. Значит, сделаем с левой стороны школы пристройку такую, небольшую, два-три этажа. Вот там и сделаем класс для моего мальчика. Значит, никаких излишек, я вас прошу, просто умоляю. Небольшой спортзайчик, небольшой бассейник, небольшое спа, и все, никаких излишек. Отдельный вход, естественно, крыльцо, ну, вы понимаете, консьерж охрана. Да, хорошо. И парковочку на 10-15 мест, не больше. Хорошо. О! Здравствуйте. Кумас. Вижу, вижу, сегодня у вас, Надежда Константиновна, партия «Любовь к народу» в полном составе. Кумчик, ты порешал уже? Да, пожалуйста, пожалуйста. Мне тогда, в общем, сделать, как у него, простенько, по-народному. По-народному. Ваши дети будут учиться в одном классе? Нет, нет, нет. Они будут учиться в одной школе, ну, в разных классах. Ну, по-народному. Конечно. И моему, наверное, просто сделайте какой-то ремонтик в классе. Хотя, знаете, зачем этот ремонт? Просто пристроечка. О! Я даже думаю, два этажа будет достаточно. А что вы не говорите? Кинотеатрик, саунка и все. Без излишеств, просто по-народному. По-народному, да. Ну, уже с правой стороны, потому что слева и заняты. Конечно, парковка. Да. Хорошо, я прошу прощения. А средства? Вы не волнуйтесь. Пока народ голосует за партию «Любовь к народу», средства у нашей партии есть и будут. Пока мы любим народ, о средствах не волнуйтесь. Да, так что вы тут готовьтесь, а мы пойдем любить народ. Мы сегодня любим народ в носороге. О, я думал, что в суху сегодня податься. Я знаю, они не плохие женщины. Народ они пошли любить. Надо позы менять, чтобы не только вы народ любили, но и народ вас. Пожалуйста, ваш заказ немецкая оригинальная. Ух ты! Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А молодой человек не хотел бы угостить девушку каким-нибудь коктейлем? Ну, почему бы не угостить такую красивую девушку? Заказывайте, что вы хотели? Я бы хотела Маргариту. Я с удовольствием выполню ваш заказ при одном маленьком условии. Если вы покажете мне свой паспорт. А что вы там хотите увидеть? Ну, хочу убедиться, что вам есть 18 лет. Спасибо, конечно, за комплимент. Но мне уже давно исполнилось 18 лет. Знаете, так каждый может сказать, а я не хочу нарушать закон. У вас есть документы? Ну, это же молодой человек покупает мне коктейль. Да, но он же покупает его вам. Поэтому тоже может нарушить закон. Понимаете, мне уже давным-давно 18 лет. Я уже два раза замужем была. Ну и что мне это? Ни о чем не говорили? Ни о чем, да? Хорошо. Посмотрите сюда. Видите? Носогубная морщинка. Она после 25 лет появляется. Я рад за вас. Ну, мне бы какое-то документальное подтверждение, что вам 18 лет. То есть вам этого недостаточно. Пожалуйста, смотрите сюда. Вот. Волосы как волосы. Самая темечка, смотрите. Видите? Два седых волоска. Не вырываю. Потому что дальше, дальше пойдет вот эта седина. А вот что, межбровная. Посреди лба прям. Так рвет мне. Лоб посреди. И разрывает его просто на куски. А это что? После тридцатки пошла. Шея. Второй подбородок. Третий. Пошло, 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 пошло. А это же, смотрите. Мужчиной лапки. Видите? Видите? Как улыбаешь так сразу. Гуси-гуси. Га-га-га. По лицу. По всему, понимаете? Успокойтесь, успокойтесь, женщина. Я вам верю. Маргарита, правильно? Нет, нет, нет. Извините. Я придумал вас угощать. Вот. За пиво сдачи не надо. Извините. Что ж ты мне весь вечер испортил? Я, можно сказать, его третьим мужем сделала. Извините. Ладно, давай. Водки. Сто. Двести. Как скажете. На троих. Йо-йо-йо, всем привет, это Шишан. И Мыша. И вы на канале Без Башки. Без Башки. В прошлом выпуске мы нахамили консьержу элитного здания. А сегодня я съем 10 пачек непонятных таблеток. Это Без Башки. Добрый день. Здрасте. Дайте нам, пожалуйста, таблетки. Вот эти, вон те, вот эти, вот эти красные, вот эти желтые, вот эти сирии. Пожалуйста. Это все Без Башки. И сейчас я все это съем. Вы шо, может не надо? Мы не знаем слова страх. Молодой человек, вы зря это делаете. Вы шо, шо вы делаете? У вас же сейчас будет запор. Если повезет. Всем привет, это Мыша и Шиша. И мы это сделали. Это Без Башки. Ты как? Что с ним? Да откуда ж я знаю? Эй! Но ведь от аскорбинок так не должно быть. От аскорбинок, конечно, нет. А вот от того, что ты сожрал, еще не такое может быть. С вас пятьсот шестьдесят гривен. Подождите, какие пятьсот шестьдесят гривен? Это... Это сто сорок седьмая аптека? Двадцать пятое это. Фак! Мы перепутали аптеку. Блин, нас там должны были только витамин кидать. Поздравляю. Что теперь делать? Что, скорую надо ему высылать? Сейчас. Это снова Шиша и Мыша. И мы сейчас поедем в скорую. А даже не вы, а на скорой. На крыше будем, да? И учитывая, что одному из нас очень плохо. И у нас один миллион подписчиков. Алло, скорая? Подписывайтесь. Приезжайте в пятую аптеку. У нас тут крыса и Мыша. И крысе плохо. Нет, со мной все нормально. Нет, это люди. Нет, не волосат. Да ничего я не пью. Без хвостов. Обычные люди. Дети это, балуются. Откуда я знаю, что у них такие имена? Да он сейчас сдохнет. Самая премьерная премьера этой осени. Что-то ты долго. Сериал «Папаньки». Первый сериал про отцов. Трое разных папанек и один холостяк в одном сериале. Что это? Кого ты такой? Безбашенные. Смешные. А я крутой папанника. Папанька, я крутой. Никто не сможет больше, никто не сможет больше Сродиться со мной. Прости, папа. Я тебе испачкал машину чуть-чуть. Я больше не буду. Руки на голову! И любящие папаньки. Дай вечер, сынотик. Они знают, как заставить тебя смеяться. Папаньки. Пап, я жду баровку. 24 сентября в 21.30. Заходи на наш YouTube канал и смотри премьеру. Короче, крыныца, я прошелся по отделению. Нет нигде твоего пистолета. Сам потерял, сам его ищи. Нашелся уже. Кабанчик, а ты чего это с пистолетом? Брось ствол, кабанчик. Некрасиво бросать оружие, где попало. Да, крыныца? Особенно в общественном туалете, которым пользуются все. Кабан, брось пистолет, а то я... А то что? А то я... Застрелишь меня вот с этого, да? Один-один. Один-один. Ах, кабанчик, ну ты ж понимаешь, что даже с двумя стволами ты же из отделения не выйдешь. С заложником выйду. С каким заложником? С крыныцей, что ли? Да он всему отделению денег должен, его ж первого завалят. Если б ты был поумнее, ты бы взял кого-то с должностью, со званием повыше, понимаешь? СМЕХ Кабанчик, все, я могу уйти. Куда идти? Ты же мой напарник. Тамбовский волк тебе напарник. Ах ты козлина такая. Ну-ка, заткнули, Чоба. Слушайте, мои требования. Мои требования. Отменить ЗНО в школе номер 121. Чего? Я тебе сказал, выполняй. Звони кому это надо, там, кто это решает. Кабан, зачем тебе это? Это ж не твоя война. А мне нечего терять. Алло, министерство образования. Лейтенант Петренко, центральная РОБД. Отмените, пожалуйста, ЗНО в школе номер... Какая школа? 121. В школе номер 121. Зачем? Зачем? По семейным обстоятельствам. Тайна следствия. О, да, так даже круче. Отмените и все, я сказал. Да, во всей школе. Не, не, можно не во всей школе. Только в 11-м Б. Да, так, подожди. Можно не во всей школе, только в 11-м Б. А можно даже не во всем классе. Только у Пилипенко. Какая Пилипенко? Кабан, ты вообще обборзил, что ли? Ты тебя в школе подельника нашел? Кто такой Пилипенко? Не кто такой, а кто такая. Пилипенко Екатерина Юрьевна. Училка 11-го Б-класса. Так, по это, по ЗНО отбой. Да, мы приедем допросить важного свидетеля, учительницу Пилипенко. Все. Я хотел с ней попрощаться. Мне же завтра в тюрьму. Она говорит, ЗНО нельзя отменить. А я говорю, можно. Кабан, ты в следующий раз просто объясни, что конкретно нужно, а не пушкой размахивай. Ну да. Так а шоу пушки? Вы же их все равно не заряжены, не носите. Слушай, Кабан, вот как ты вот с учительницей познакомился, а? Товарищ профессор. Товарищ профессор, очнитесь. Здрасте. Сергей Петрович, все хорошо. Вы в операционной. Вам просто стало плохо, и нужно было срочно сделать операцию. О, господи, кто делал операцию? Мы. О, господи, вы же студенты, двоечники, вы же на перездачу пришли. Господи, за что? Просто больше некому было, все остальные на операциях. Да. А у вас острый гипертонит. Что? Перитонит. Ну, вот, острая. О, господи. Как прошла операция? Очень хорошо, очень хорошо. Я резал. А я удалял. И в целом все прошло отлично, но... Но есть одно но. Да. Какое еще но? Операция еще не закончилась. О, господи. Что там осталось? Что-то удалить. Нет, нет. Мы и так уже там лишнего... По... Все хорошо. Осталось только зашить разрез. Да. Так почему же вы не сшиваете? Измерение. Мы не умеем. Да. Как же не умеем? Я же все объяснял на лекциях. Да, вы объясняли. Но я болел. Я эту тему тоже пропустил. Мы собаку в ветеринарку водили. Там листы у нее... Идиот. Небилый. Все ваше покоение. Идиота. Запоминайте. Для того, чтобы зашить место разреза. Так. Сначала. Сначала. Так. Что сначала? Что сначала? Сергей Петрович. Товарищ проф... Что делать? Что... Давай в интернете посмотрим, как рану зашивать. Давай. Как зашивать рану. О, даже видео есть. Да ладно. Как называется? Доктор Хаус. О, прикольно. Слышал что-то об этом? Это типа хаус, как у нас. Как у нас больница хаус. А что это пикает? Так хрен с ним. Идем в ординаторскую. Мы нормально не посмотрим. Стой. Стойте. Идиот. А кто зашивать будет? А-а-а. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok